Всем привет, привет! Сегодня поговорим о том, что делать, что творится у нас с криптой, с токенами в игре Нина Куни, с Марбексом, с Теритом, токенов Терита, токенов Астерита. Что с этим делать и как дальше жить? Смотрите, курс сейчас валюты обвалился, я имею ввиду физической, евро пара к рублю, 51 рубль на данный момент и все это нестабильно. Плюс, опять же, стоимость Терита и Астерита, она падает, стоимость Марблекса, она падает, поэтому выводить деньги, если честно, уже не резонно на данный момент по сравнению с тем, как это было в начальной игре. Я советую всем инвесторам, кто рассматривает эту игру, все-таки, как, может быть, инвеститься в будущее в игровой контент, я имею ввиду, в дальнейшее развитие, либо же, даже если вы планируете потом выводить средства, то на данный момент переводить все в токены, выводить из игры в токены. Объясню, почему это стоит делать. Давайте посмотрим на обменный курс на данный момент. Смотрите, бонус от выработки на данный момент на Терит, он фиксированный, он фиксированный еще будет целый месяц и повышаться будет каждую неделю по 100 получается Терита за один токен. На данный момент, на эту неделю, стоимость одного токена Терита равняется 500 Терит за один токен. Поэтому инвестировать сейчас выгодно именно в Терит, в плане того, что вы можете обменивать Marblex, например, с Астерита, либо, если вы, допустим, Твинов качали, выводить в Marblex с Твина, там, Астерит, Терит и переводить это все на основу, в основе скупать, соответственно, Терит. По большей части Астерит тоже советую вам выводить, если же вы, конечно, не собираетесь копить на какой-то ресурс, даже если собираетесь все равно выводить, объясняю, почему это связано. С Теритом сейчас все более-менее понятно, курс у нас фиксированный, как мы видим, по 100 в неделю, продолжаться это будет еще целых 3 недели. Потом, скорее всего, курс будет резко расти, вот этот бонус Ярда, так называемый, выработки общей количества токенов, доступных для продажи, он будет варьироваться после окончания вот этого ивента, который они сейчас видели, с фиксированным Теритом для, соответственно, вывода, мы используем черный кристалл, напоминаю. Используют они вот эти вот все бонусы, да, с черных кристаллов, которые мы выводим для стабилизации рынка. То есть они по факту закладывают вот эту вот валюту с черных кристаллов в стоимость текущих жетонов, токенов, да. То есть им потом нужно будет это все выровнять. То есть по факту они имеют 20% рынка капитала в вложении игроков, а остальное это будет сгорать, получается, у них токены, которые на выработку ушли, и обнуляется это все с нуля. То есть вот эта выработка, которая сейчас есть на 1163 тысячи токенов, это обнуляется по стоимости и пойдут жетоны стоить по новой от стоимости текущего, полученной за черные гемы. Соответственно, стоимость черных гемов, как мы знаем, она варьируется от страны, и будет зависеть также общая капитализация. Она, соответственно, будет 20% от текущей стоимости, и, соответственно, нас ждет провала, скорее всего, стоимости токенов. И либо тут два сценария, либо резкий рост ярда, то есть будет не 500 за один токен, а будет 1000, например. Терита стоит один токен, тогда цена выправится в текущую, может быть, даже подрастет немножко. С текущей капитализацией, соответственно, в компании за черные кристаллы, которые они имеют, текущая стоимость очень высокая на данный момент. Терита, поэтому это все будет меняться. Что касательно астерита, да, то есть, соответственно, в баксах можно посмотреть, тоже это все прыгает, все это завязано на крипту. Марбликс к, соответственно, крипте привязан, к Марбликсу привязан терит. Ну, терит еще между собой привязан вот этим вот ярдом, да, в зависимости от того, кто сколько чего продает, покупает. То есть здесь стройная такая завязка идет, и получается, вам нужно преодолеть первый барьер, барьер ярда. Вот это вот повышение ставок, как мы видим, например, для астерита, он повышается достаточно существенно. То есть в начале недели он был 781 астерит за один токен, на данный момент 909. То есть подорожание приличное, почти на 20%. Стоимость токена, как мы видим, она тоже подросла что-то, но не сильно по сравнению. То есть, по идее, она должна вырасти на 20%, да. Но, как мы видим, от текущего недели, да, если посмотреть, она не растет, даже, можно сказать, немножко упала. То есть это вот в пик идет продажи, дальше у нас спад после, получается, продажи на получение астерита с сезона. В продаже этого всего на рынок он, соответственно, дропается до 3 долларов. В данный момент он 3,5 торгуется, да. В пике перед продажей торговался 4,6. Ну, в среднем 4 возьмем, да. Ну, среднем такой показатель, даже, наверное, 3,8 где-то будет в конце недели, да, по стоимости. Соответственно, на текущий момент вырос он с этого момента, когда он стоил, допустим, 3,8, даже если до дропа взять, получается, за 700, сколько там, 781 астерит, стоил это 3,8 в среднем, да, 3,85. Возьмем. Сейчас за 909, даже если на пике взять, он стоит 3,9. То есть, по идее, он должен был вырасти с 3,2, ой, 3,9 на плюс 20% еще к этой стоимости. Ну, как мы видим, он пиковый, то есть, усредненный, наверное, где-то стоит брать 3,5 плюс-минус. Вот это усредненная будет стоимость токена. Естественно, он чуть-чуть будет подрастать, потому что ярд повышается. С каждым днем он будет только повышаться. Поэтому он может чуть медленнее повышаться в зависимости от количества проданных, да, астеритов. То есть, здесь куча, на пору, давали, потом уменьшилось количество продажи, и ярд у нас здесь растет медленнее. Здесь, соответственно, возобновились торги, возобновилась стоимость, возобновилась продажа, возобновились повышения ярда, бонусы вот этого, которые необходимы для вывода. Ну, и стоимость чуть-чуть подрастает. Но растет оно как бы непропорционально на данный момент. Как мы помним, в начале игры стоимость терита к астериту была 1,4. Потом она долго держалась, терит к астериту 1,3. На данный момент выходит, что астерит стоит 3,5, а терит стоит 1,3. Ну, то есть, плюс-минус она держится. То есть, здесь у нас провал был до, как мы видим, 1,2, то есть, примерно, 2 астерита равен, но... Точнее, 1 астерит равно 2 теритам. Здесь у нас, вроде, курс выправился 1,3, да, стал. 1,4 он был вот в начале, если мы посмотрим, месяца. В начале продаж там даже было и больше в целом, 1,5 даже местами, да, был. Ну, так, если взять 1,5, 1,4, да, то есть, вот, после провала где-то идет вот 1,3, 1,4, 1,3, да, потом 1,2. Сейчас вот 1,3 назад возвращается. То есть, я думаю, что терит, к астериту стоит рассматривать 1,3, по данной концепции, работать на будущее по вот этим валютным обменам, смотреть на эти показатели. Еще плюс того, чтобы хранить сейчас, то есть, покупать черные гемы, хранить это все в теритах, а не в марблексе, например, либо же не в астеритах просто на аккаунте, либо в терите просто на аккаунте. В том, что стоимость получается жетона, на данный момент вы получаете, вы тратите меньше, допустим, астерита. То есть, даже если сегодняшний курс взять 909 астерита, вы вкладываете в один токен, через неделю, через две, через там три, он будет стоить там полторы тысячи, 1800 астерита на один токен. А вы вложили же 900, то есть, по факту, вы в выигрыше почти в два раза будете, там, полтора, 1,8, может быть, даже в два раза, зависимости от продажи. А заплатили вы за этот вывод, даже за черные кристаллы, которые вы покупаете, в два раза меньше. В два раза меньше ресурсов вам потребуется для получения этого жетона, в два раза больше жетонов вы получите. И в два раза больше потом при обмене вы, соответственно, это все будете получать. Плюс, также, как я объяснял, из-за ярда будет расти немножко курс меняться. По крайней мере, соотношение 1 к 3 стоит дожидаться. 1 к 4, может быть, 1 к 5. И плюс для тех, кто все-таки на бирже что-то понимает, может поиграться в цене. Смотрите, в разнице после упадка 20% астерита к териту, то есть, можно на этом тоже поиграться. Как мы видим, да, то есть, терит у нас падает, когда астерит повышается. Скупаем, значит, терит, 20-30% просадка. Потом, когда падает астерит, у нас повышается терит, можно на этой просадке выиграть немножко, да. То есть, там, процентов даже 20, местами 30 может получиться. Вот, например, в ближайшие дни он просел достаточно сильно. В ближайшие часы, даже можно сказать, да, торгуется 1.21 уже. Хотя, буквально недавно торговался по 1.4 на прошлой неделе. Поэтому, вот 1.38, да, сейчас он просел на 1.2. И будет немножко проседать тоже. Вот, поэтому, к этому стоит повнимательнее смотреть. Также, здесь можно посмотреть общий объем, доступный для продажи. Как мы видим, объем астерита, он не увеличивается, он становится обычно только меньше. А вот объем терита, поскольку его фармить могут все, плюс, как мы знаем, у нас проблемы с ботами в игре. По чуть-чуть, по чуть-чуть, да, они вот это вот все и копят. Соответственно, астерит у нас будет объем, доступный для обмена, достаточно большой. Как я говорю, вот этот яр зависит от выработки, от доступности ресурсов. Поэтому, чем больше выработано ресурсов, тем больше вот этот бонус к стоимости будет, к териту. В частности, почему его сейчас зафиксируют? Потому что будет резкий скачок, либо обменного курса, либо же стоимости самого терита. Он провалится тупо банально. Но, опять же, все это, конечно, выправится через некоторое время, но смотрите сами. Вот, получается, что, если вы хотите получить терит из астерита, то есть вы обмениваете астерит, получается, в токен, обмениваете лучше, как можно, получается, быстрее. И обмениваете лучше в день, через несколько часов, в день, когда его вам начисляют, ну, всем начисляют, да, на аккаунт. Поскольку, как мы видим, цена в этот момент дропается очень сильно. И черный кристалл, который вы платите за, получается, вывод в токен, оно гораздо ниже, чем во все остальные дни, да. Даже если посмотреть месячные, да, у нас есть провалы. И, как мы видим, провалы эти, они все равно в эти дни достаточно существенные остаются. То есть, тут уже надо смотреть по ситуации, как у вас будет выходить после обмена, да. Смотреть по ситуации к стоимости терита. Как я и говорил, минимум должно быть 1 к 3, желательно 1 к 4, может быть, 1 даже к 5. Если вы хотите переводить в терит, имеется в виду через марблинг, да, стоимость. А так, храните все в астерите, вы получите потом либо больше астерита назад, можно ввести будет за минимальную стоимость. И плюс, опять же, вы можете комиссии оплатить, когда стоимость максимальная терита или астерита, ну, лучше астерита, да. Выводить это все получается уже в стоимость оплаты черных кристаллов, либо же там как бонус, да, например, для покупки каких-то паков в игре. Кстати, кому интересно, я могу помочь вам с выводом крипты, с вводом крипты, с покупкой токенов. Пишите мне в ЛС в Дискорде, ссылочку оставлю в описании, также я могу помочь с донатиком. У меня действует кэшбэк на данный момент 8% до 12 июля. Я вам могу, соответственно, скидочку 5% сделать на покупку доната через меня. И, соответственно, если вдруг наберется 20 тысяч до 12 июля, ну, или как можно быстрее, то увеличивается до 12% кэшбэк. Там, по факту, еще будет вам дешевле на 8-10%. Удастся мне вам сделать скидочку, а мне с кэшбэка придет процентик. Я себе, по факту, уже смогу купить какой-нибудь примак, рассылку или какой-то вот такой ништячок игровой. Мне приятно, и вам будет приятно с этого. Включая, например, черный кристалл, если будете покупать, тоже могу вам с этим помочь. Вот. Вот это вот касательно вот этих обменных курсов и касательно стоимости. Стоимость у нас на данный момент остеит и немножко растет, но это, в принципе, как мы посмотрим на прошлой неделе, да, в месяц этот график не очень. Вот на прошлой неделе видно тоже хорошо, что перед, соответственно, концом недели он всегда растет, потому что стоимость, точнее, общее количество НКА доступных для обмена достаточно малый. Он уменьшается в конце недели обычно, и из-за этого стоимость растет. Также это все привязано к стоимости крипты, стоимости Marblex. Marblex на данный момент из-за курса просел. Он торговывается примерно на 470 рублей плюс-минус, немножко поменьше, за 450, прыгает немножко. Это вот на текущий момент один Marblex, да, стоит на вывод. Соответственно, в долларах это еще меньше, поскольку курс провалился немножко у нас. Советую вам подождать, то есть, либо, если вы перейли в Marblex, оставить Marblex, если вы это хотите на вывод сделать. Если же все-таки вы планируете на будущий заработок, на будущий контент, на Терит тот же самый, это все хранить в токенах. То есть, на данный момент смотрите по отношению Астерита к Териту, токен, и покупайте то, что вам будет выгоднее, не меньше, курса 1 к 3 должно быть. Лично я сейчас храню Астерит в токенах, а Терит я храню тоже часть в токенах, часть на аккаунте у меня есть. То есть, я вывел ту сумму Терита, которой мне хватит на ближайший месяц-два игры. И остальную часть токенов я храню, получается, в Терите. Астерит, который я буду получать, я буду выводить сразу в токены, хранить в токены. Астеритовые токены я не буду никак использовать пока на данный момент. Теритные, соответственно, обмениваюсь с игроками, кому нужно, вывожу, ввожу. То есть, с этого получается, там, небольшая комиссия, там, примерно, где-то, 1% в среднем выходит, 1-2% при переводе. Да, ну, соответственно, при обмене, то есть, максимальный курс стараюсь выгодно держать. И, тоже, чтобы был на обмен, у меня храню часть в токенах и немножко в Marblex, для удобства обмена на данный момент. Вот, покупать ли за Реал сейчас токены, нужно ли это в будущем? Давайте разберемся. Смотрите, что касательно Терита. На данный момент закупить его можно. Смотрите, по отношению к цене. Но использовать вам его я не советую, если вам срочно не нужен Терит для крафта. Конечно, если срочно, вы можете купить 1-2, там, 3 токена, заюзать его и, там, скрафтить вещи, поролить кузнецам, что вам там нужно. Если вы планируете на будущее, советую вам Терит купить, но не юзать. То есть, юзать по минимальному. Например, один токен вам нужно сейчас что-то скрафтить, что-то апдейтить. Да, союзали, получили, апдейтнули. Потому что буквально через несколько недель стоимость курса Терита будет выше. Даже если курс обвалится на Терит, вы всегда можете выкупить токены дополнительные, перепродав, соответственно, в Марбликс кошельке. И получите с этого выгоду. То есть, в принципе, можно играть на наценке и на разнице ввода-вывода, если вы умеете с этим оперировать. То есть, как я говорил, на Астерите можно поиграться в момент вывода по продаже. Соответственно, выкупить на остатке вывода средств, которые у вас есть, если вы не донатите. Если донатите, то как бы закупиться Астеритом на минимальный провале, получается, цены. И потом его продать в конце недели, получить с этого 20-30%. То есть, допустим, если вложить даже 1000 рублей на токен, то есть на 1, на 2, 2 токена Астерита. В конце можно получить надбавку. И эту надбавку либо вывести в Терит, в Терит токены, когда они просядут, получается. Либо оплатить потом комиссию за черные гемы с выводом, да. И, получается, вы ничего не потратите на вывод текущих, вот, текущих, получается, токенов Астерита, которые вы там заработали, например. А еще даже приобретете, и у вас будут в запасе дополнительные токи. То есть, инвестиции, токены инвестиции на будущее. Плюс, также вы в любой момент сможете обменять на Терит, если захотите. У вас будет в запасе еще Терит, и можно будет смотреть, как это все будет меняться в будущем. Что касательно Астерита, он, скорее всего, на данный момент повышается из-за того, что вот объем продаж достаточно низкий, количество, да, ресурсов. И плюс еще будет от валюты все это зависеть. Поэтому местами он будет дорожать, но не надейтесь, что он будет супер, мега резко расти. Опять же, это выгодно только если вы постоянно этим торгуете. Тогда можно играться на разнице цены и играться на количестве вот этих вот Астерита, которые вам требуются. Но, опять же, советую вам в таком случае играться уже курс Marblex-Asterite-Tirit. И не в долларах смотреть, соответственно, а именно по курсу Marblex по отношению к, соответственно, валюте к Астериту и к Териту на данный момент. Потому что это более точно, нежели в долларах. В долларах, например, он дропается, а в Marblex он более стабильно держится по сравнению с долларом. Да, он нет такой привязки. И здесь можно, как мы видим, больше 20% даже поиметь. То есть тут даже на пике, смотрите, 0.3 на спаде, да, и 0.44. То есть, смотрите, 35% вы почти можете заиметь с продажи вот этой вот Marblex-Asterite-Token на данный момент. Опять же, поиграться можно. Не забываем, что курс будет расти. Курс обменный ярды, да, будет. И также курс будет прыгать, по крайней мере, по Астериту точно. По Астериту надо смотреть будет, как они будут выправлять. Скорее всего, рынок будет выправлен с помощью дополнительных вот этих вот фиксации ярда. То есть через три недели будем смотреть, какую они политику выберут. Либо же увеличение резко ярда, либо же курса изменения. Скорее всего, курса. И для них выгоднее просто поменять курс, чем резко вырастить ярд. И, может быть, к этому времени они что-то придумают с ботами, потому что они все это подгоняют под то, чтобы, как бы, ну, минимизировать влияние ботов на рынок, соответственно, на продажу. Все это на дроп цены и на всякое такое. Вот, если данная инфа вам была полезна, ребят, вам интересно разобрать какой-нибудь еще касательно текущих аспектов токенов, да, информацию, как что вводить, куда. Пишите в комментариях, если вам нужна помощь с выводом, с вводом, с донатом в игре. Буду рад помочь. Пишите в Дискорде, в ЛС. И всем спасибо за просмотр. Увидимся позднее, ребят. Всем пока-пока.